здравствуйте уважаемые телезрители с вами снова виртуальная выставка фото в экспо я буду краток вас поздравляю с наступающим новым годом который с подобрался к нам вблизи протестирование замечательной камеры nikon не забудьте подписаться подписка как раз расположена на елке по данной подписке вы всегда увидите ссылки на наши видео уроки наши тесты мастер-классы и так далее которые распространяются совершенно бесплатно и естественно не забудьте что это лишь иллюстрация к тесту камеры nikon d5300 полный текст теста и картинки которыми он снабжается в обязательном порядке а также данные студийного теста и прочие дополнительные информации могут быть найдены уже на странице этого самого теста по данной ссылке на нашем сайте и я забыл камеру в руки взять это nikon d5300 уже третье поколение 5000 5100 5200 5000 извините четвертое поколение камер с откидным экраном зеркала у компании nikon в камере в общем то ничего визуально особого не добавила чуть-чуть поменялся дизайн чуть-чуть выровнялось расположение и сам интерфейс приведен в соответствии с единой логика компании nikon которую она внедрила на всей линейке своих фотоаппаратов это и трехтысячная который 3300 сейчас теперь 5300 естественно nikon d7100 nikon d610 все они имеют примерно одинаковое расположение клавиш за исключением этой камеры потому что у нее здесь сзади большой экран и место слева для кнопок нет в общем то это логично компания таким образом дает с одной стороны возможность использовать откидной экран а с другой стороны для остальных кнопок в общем то место не остается так как это в общем то камера не для профессионалов не для продвинутых фотографов интересно что это первая камера компании которая оборудована модулем вай фай встроенным прямо в корпус и одновременно там содержится модуль gps я почти уверен что они вообще с одной плате но это не так важно самое главное что компания отошла от своей практике втыкать различные плагины в саму камеру и перешла уже собственно к непосредственной интеграции корпусу камеры полимерные как я уже и успел сказать в общем то из устройства давайте бегло пробежимся вот на задней панели есть клавиши меню клавиша ай который позволяет нам перемещаться по пунктам настроек который выводится прямо на экран экран несмотря на то что он глянцевый он не обладает сенсорным интерфейсом сзади стандартные кнопки удаления увеличения воспроизведения и 8 позиционный джойстик и естественно колесо управления кнопка лока автофокуса на верхней панели у нас стерео микрофон основной диск режимов клавиша это даже рычаг так и знаете включение life view и кнопка info это тоже кнопка вывода информации на экран плюс-минус это кнопка коррекции экспозиции и в то же время если вы допустим снимаете в ручном режиме она позволяет вам устанавливать диафрагму диафрагму да а заднее колесо выдержку и кнопка старта записи видео она раньше находилась на задней панели слева у нас обрезиненная крышка защиты микрофона пульта управления юсби который становится все стандартным это юсби типа микро юсби типа b и естественно hdmi кабель который дает возможность вывода информации напрямую на телевизор чуть поближе к байонету у нас находится клавиша открывания вспышки функциональная настраиваемая клавиша клавиша открывания байонеты как такового и клавиша режима привода то есть серийная съемка таймер справа естественно гнездо для карточки питания sd больше ничего нет передняя панель имеет только шильдик d5300 шильдик nikon ну естественно клавиша спуска здесь тоже видно корпус обрезинен под вашей правой рукой резинки эти обратите внимание через большое количество времени использования начинает разбухать и растягиваются их можно восстановить если надумаете восстанавливать поищите на ю тубе видео о восстановлении резинок но это будет в любом случае не скоро так они держатся очень и очень хорошо и очень долго что касается главной ценности этой камеры на самом деле это отсутствующий перед матрицей низкочастотный фильтр естественно сам фильтр как таковой там есть но это фильтр инфракрасный инфракрасным фильтром снабжаются все камеры nikon canon любые здесь отсутствует только второй фильтр который сглаживает изображение дополнительно отчего камера имеет возможность использовать полную мощь свои 24 мегапиксельной матрицы это много зачем это вам я не знаю если вы будете использовать эту камеру с таким большим объективом это 1755 никор с которым ее использовал я да это будет иметь смысл другими словами эта камера упрощенная версия камеры nikon d7100 которую мы тестировали вот здесь nikon d7100 больше больше более железная и с большой кучей настроек по большому счету здесь всего лишь более слабый привод до 5 кадров в секунду максимум и все зато здесь есть вай фай и gps gps для непосредственной записи координат прямо в вашей фотографии ну а естественно вай фай для передачи данных на планшет телефон куда угодно android ios я думаю что скоро даже под windows фон появится приложение хорошая камера ну да естественно да и второе достоинство про которое забыл это ее экран экран не стал больше но стал лучшим стал глянцевым глянцевым удобным и точно таким же закрывающимся чтобы вам не видеть того изображение которое вы делаете и естественно экономить электроэнергию потому что батарейки здесь если не включать экран на просмотр будут садиться гораздо дольше батарейка здесь 1200 300 миллиампер часов енгел 14 а такая какие сейчас вставляют в новые камеры nikon повсеместно будь то продвинутые компакты или зеркалки последнего поколения что касается объективов посмотрите как в общем-то смешно камеры выглядят с объективом 1755 без него она выглядит гораздо лучше и на него на нее можно поставить что угодно я ее тестировал с объективом 35 на 2 это старенький объектив nikon к сожалению оборудованы только приводом автофокуса но не мотором а мотора автофокуса в тушки нет то есть она не будет у вас работать с автофокусными объективами не имеющими внутри моторчика то есть ну как не будет работать работать и будет но фокусироваться не будет фокусироваться надо будет вручную это неудобно и лично для меня обладающего в общем то неплохим зрением это тоже является небольшой проблемой последнее что я хотел сказать то что на рынке этой камеры сейчас стоит порядка 30 тысяч рублей вместе со штатным объективом 18 140 не 1855 18 140 который сейчас стал стандартным для камер компании nikon среднего уровня потому что эта камера в общем-то среднего уровня пару слов о видоискателе он маленький он меньше чем не когда 7000 что от этого кстати и разница в цене небольшая маленький зато оптический в общем-то и содержит всю самую необходимую информацию которую нужно фотографу естественно вы скажете что а зачем нам видоискатель у нас же есть экран экран есть да действительно но и камера фокусируется по нему примерно пол секунды в не очень хороших световых условиях и до секунды и более того даже если вы к примеру отключите автоматическую фокусировку съемка тоже будет занимать некоторое время и в общем то не предполагает никакой оперативности зато все компенсируется оптическим видоискателем в тот момент когда вы прижимаете к нему глаз камера фокусируется практически мгноменно ну что неудивительно потому что у нее здесь порядка тридцати девяти точек в видоискателе то есть видоискатель от старших камер и это очень даже неплохо потому что если вы вспомните предшественницы особенно самые первые камеры серии там было всего 9 мало теперь давайте посмотрим как она ведет себя в реальных условиях и так москве началась зима настоящая а именно дождь а если быть более точным то снег с дождем такая замечательная погода наверное очень неплохая возможность тестирования фотоаппарата в таких более реальных условиях камера с защитой от влаги что очень даже хорошо в отличие от моей головы к сожалению на экран попадает капли они имеют вид примерно также как iphone в рекламе но это в общем то не проблема экран большой экран удобный и он очень здорово подходит для стрит съемки только единственное что при фокусировке по нему рычажок очень удобно кстати для включения при фокусировке по нему камера у вас будет работать очень медленно вот проходит примерно секунда для того чтобы она зацепилась и именно поэтому совершенно неудобно снимать в автомате поэтому просто берем ставим ручную фокусировку ну где-то от метра до двух и снимаем людей проходящих вот девушки с пони пошли камера снимает в этом режиме не спеша совершенно и кстати для тех кто привык более пленочной техники экранчик можно закрыть и снимать через видоискатер ну или по крайней мере наугад когда вы знаете куда у вас смотрит объектив когда у вас смотрит камера это совершенно не проблема что еще удобно здесь здесь очень хорошая серийная съемка камера сама по себе несмотря на то что маленькая очень хорошо лежит в руке и ходить с ней по улицам особенно если прицепить какой-нибудь объектив чуть-чуть поменьше полтинник 35 миллиметров и если вы прицепите небольшой объектив то это будет гораздо меньшей проблемы чем если бы выходили вот с такой дурой которая заметно каждому в остальном для такого стрита камера очень хорошо подходит но не говоря о том что она подходит к примеру и для студии о чем мы поговорим дальше и так никон d5 300 может снимать не только на природе но и в тех условиях которые вы для нее выберете например мы взяли студию да это не профессиональной камеры это считается камера для энтузиастов то есть для тех кто уже что-то понимает фотографии а соответственно эти люди могут снимать и в студийных условиях в камере есть одно безусловное преимущество то что у нее встроенную вспышку можно настроить на синхронизацию со студийными камерами а синхронизации вспышек вы можете посмотреть в нашем специальном видео камера будет вам давать замечательную картинку в студийных условиях примерно так же как и никон d7100 потому что у нее так же как и у 7100 которые старше ее нет низкочастотного фильтра от чего картинки будут заметно резче причем не только те которые мелкой детализации но и портреты и вообще любая студийная фотография она в принципе требовательны к этому фильтру так как у нас на носу новый год я решил сделать такую костюмированную фотосессию для детей дети костюмы и елка что получилось мы посмотрим итак а теперь давайте посмотрим как работает интерфейс управления по вай-фай вай-фай который в камере есть поэтому будем искать собственно механизм его работы прежде всего нам нужно приложение приложение компании nikon nikon wireless mobile utility здесь вон в ярлыках значит как в му прежде всего камера говорит что она не подключена по клику он предлагает нам поискать ее вот так как я прекрасно знаю что она не включена поэтому мы ползем в меню вай-фай он далее мы заползаем настройки сети камера некоторое время говорит что она ожидает подключения вот появилась nikon w проходит спарение ну что-то подключилась и wireless mobile utility тоже сказал что готова в общем то на камере все равно продолжает выводиться какое-то меню зачем я не знаю то есть как бы можно даже экран закрыть и в общем то ничего не поменяется мы переходим к основному режиму когда камера снимает он к сожалению только вертикальный но хотя нет я собрал он не вертикальный мы можем выбрать здесь . фокусировки у которой мы хотим чтобы камера визировалась то есть различные точки наших еловых веточек щелкнули после чего камера по умолчанию автоматом перегонять эти фотографии в планшет уже перегнала причем интересно что у меня на камере установлен режим raw он пригоняется в jpeg то есть он на лету еще конвертирует единственное что плохо это то что вариантов только три которые можно нажать это лайфью использовать или нет скачивать ли или нет сразу после съемки и таймер все то есть вы можете отсюда с планшета включить только таймер больше ничего никаких дополнительных опций здесь просто нет меняя режимы на камере у вас в общем то ничего не меняется в интерфейсе программы поэтому ставите приоритет диафрагму допустим ставите диафрагму естественно на камере потому что отсюда вы диафрагму управлять не сможете и потом просто снимаете опять сфотографировали более того здесь вот наблюдается какая-то точно такая же задержка как и когда вы снимаете в режиме life you и здесь мы можем перейти в режим просмотра от снятых фотографий точнее тех из них которые уже были перегнаны в планшет возвращаемся обратно в основной интерфейс и он нам позволяет отсюда еще и посмотреть фотографии какие здесь доступны фотографии на камере фотографии уже который перекачано smart нам это не нужно мы первый вариант смотрим он перекачивает превьюшки маленькие всех фотографий которые на камере есть крикнули одну он ее показывает вы можете увеличить уменьшать то есть это не перекачанная в планшет фотография хотя это ее превьюшка для того чтобы вы могли посмотреть и естественно отсюда же можно эти фотографии и расшаривать правда после перекачивания вам в планшет отдельное слово нужно сказать по поводу того как работает gps для gps в меню есть параметры gps различные таймер режима ожидания настройки часов по спутнику обновления данных а gps создание журнала ведение журнала и так далее то есть он вам будет записывать треки по которым выходили что очень удобно и такая лишний раз напомню что это был тест обзор для фотокамеры nikon d5 1300 предоставленные нам представительством компании nikon в россии за что им большое спасибо и заодно поздравляем как и вас с новым годом с наступающим пока вам соответственно дорогие телезрители просто большое спасибо за внимание потому что мы очень рады что вы остаетесь с нами не забудьте посмотреть полный текст нашего теста по ссылке на елке там гораздо больше тестовых изображений там есть и подробное описание камерой и отличительные ее особенности потому что в пределах видеоролика очень сложно охватить абсолютно все аспекты и уж тем более невозможно об полно показать как она снимает разрешение ролика гораздо меньше чем разрешение любой фотографии который делает эта камера приходите к нам на канал еще раз подписка опять же находится на елке а это был канал фото вэб экспо у нас всегда новые видео тесты видео уроки спасибо за внимание пока и до новых встреч в новом 2014 году который безусловно будет гораздо интереснее чем 2013 пока